Здравствуйте, меня зовут Епихин Андрей. Я вот хотел бы рассказать, немного, скажем так, дополнить ту тему, которую начал и обобщил все пакеты, свободно распространяемые пакеты Матвей Крапошин. Здесь я бы хотел рассказать про те открытые свободно распространяемые пакеты, которые удалось более-менее использовать в рамках решения каких-то задач, связанных с аэроакустикой. Ну, в целом, в настоящее время, в связи с тем, что вычислительная техника развивается, появляются значительно более мощные вычислительные системы, появляется интерес и к вычислительной аэроакустике. Вообще, в целом, аэроакустику можно разделить на несколько больших областей. Задачи аэроакустики можно разделить на несколько областей. Первое — это какая-то сверхзвуковая задача аэроакустики, связанная, например, с искечением струи. Каждый этот раздел также содержит какие-то простые задачи и какие-то комплексы небольшие. Например, если взять область, связанную с ракетостроением, то это может быть из простых задач. Как пример, это истечение струи в открытое пространство, Более сложная задача это будет моделирование старта какой-нибудь ракеты и исследование акустики в головной части. Следующий раздел это уже какие-то связанные темы с авиацией. То есть это могут быть двигатели, это более сложная задача исследования шума в салоне. Также одно из такого большого раздела это исследование шума от каких-либо органов управления. Это могут быть органы управления на автомобиле, это может быть зеркало, это могут быть шасси у самолета. То есть это какие-то сжимаемые, скажем так, дозвуковые течения. И следующий такой относительно большой раздел это связанное с вращением, это всякие двигатели на подлодных лодках, шум от вертолета и так далее. Ну так же существуют и другие задачи. Вот в настоящее время, что удалось также по обзору литературы понять, что уже особо никого не интересуют задачи, которые достаточно простые. То есть, например, шум от одиночной строю уже интерес для исследователей немного, скажем так, потерял. Но, с другой стороны, эти задачи могут служить хорошей базой для валидации и ливификации подходов, вновь создаваемых. И в результате становится более актуальной темой по решению каких-то сложных задач. Но при решении таких сложных задач, особенно в области аэроакустики, можно выделить ряд сложностей. То есть, первое, как говорилось, это многомасштабная модель получается сразу. То есть, есть где-то течение с маленьким ренольцем, с большим ренольцем. Есть, опять же, области. То есть, можно рассчитывать моделировать ближнее поле, но, как правило, шум в ближнем поле, но, как правило, всех интересует, какой же будет уровень звукового давления где-то там в дальнем поле. Соответственно, чтобы промоделировать это все напрямую, это требует каких-то огромных вычислительных областей, ресурсов. И в лоб, как правило, такую задачу не решить. Поэтому существуют также различные подходы. То есть, это какие-то акустические аналогии, баундеры, элементы методы и разные. То есть, вот дальше я бы хотел остановиться на различных методах, рассказать о плюсах их и минусах. И вот первое, что можно выделить, это расчет течения в ближнем поле. То есть, какие есть здесь подходы. Основной подход, который на данный момент особо хорошо себя в этом деле зарекомендовал, это метод контрольного объема. Ну и самое базовое, это всем известный OpenFoom. Здесь, наверное, останавливаться нет смысла. В прошлом году я выступал на конференции с расчетом струи при низких числах ренольца и с использованием OpenFoom расчет акустики. То есть, что удалось попробовать в новом году, это была такая открытая библиотека Amrex, которая работает на структурированных адаптивных сетках. То есть, в чем получился, ну рассматриваются задачи из течения струи в прямом числе ренольца, M09, ренольца 3600 в открытое пространство, без всякого взаимодействия. И даже для расчета газодинамических величин получилось, что для использования OpenFoom получились вот следующие, это порядка 20 миллионов ячеек надо, где-то 512 было ядер. Ну, считалось, до получения результата средних, более-менее, величин необходимо считать было 30 часов. Что позволили вот использование вот этих адаптивных сеток. То есть, это позволило изменить, снизить количество ячеек до 8 миллионов, где-то максимальное число при решении достигало порядка 8 миллионов. Использовав 196 ядер, решение получалось за 8 часов. Но, как бы, у всех есть пакетов, есть плюсы и минусы. То есть, к OpenFoom к плюсам можно что отнести? Что это можно рассматривать сложную геометрию. Много есть уже решателей различных подходов для решения различных задач. То есть, ну, к минусам это большие сетки и все-таки достаточно медленное время счета. То есть, что можно отнести вот к этой библиотеке Amrex? Это блочно структурированная адаптивная сетка, это главный плюс. И, ну, достаточно быстро все-таки время по итерациям идет. Из минусов, что это пока что, ну, пакет там развивается, это прямоугольная расчетная область. Достаточно в связи с этим возникает, скажем, такое, что можно использовать только пока что простую геометрию. То есть, где-то какое-то распространение просто потоков пространстве. И пока что там ограничено общее какое-то количество решателей, граничных условий. Но в целом это, так как пакет открыт, можно все самому дописывать, править, исправлять и так далее. Ну, для расчета в дальнем поле, ну, уже, опять же, известная библиотека Leibacoustics, она разрабатывается в ESP Run. Уже очень много есть валидационных расчетов и по расчету струй, и по расчету отдельных органов управления, сравнение с экспериментом, валидация, верификация. То есть, туда заложены, в эту библиотеку заложены аналоги, акустические аналоги Фокс-Вильма Хокинга и аналоги Керла. То есть, из плюсов вообще аналогии можно выделить это быстрота, хорошая точность и требует очень малое количество ядер. Но аналогия не позволяет учитывать какие-то интерфекционные эффекты, связанные со взаимодействием волны с твердой поверхностью. То есть, отражение, ну, это не учитывается. Данная библиотека, она доступна на гитхабе, ее может каждый скачать, потестировать и поизучать. Следующим методом это boundary element method или BEM, то есть это бессеточный метод, который позволяет устанавливается какая-то, на граничном условии устанавливается какая-то волна, и это дальнейшее происходит анализ, распространяет волны. Этот метод позволяет учитывать как раз интерференцию между твердыми поверхностями и что можно отнести к плюсам. То есть, возможно, разные различные реализации этого пакета. Есть реализация FAT, BEM называется, есть BEM++, ссылки приведены. Что можно отнести к плюсам? Это то, что это бессеточный метод, очень можно много использовать, достаточно поверхностей сразу, но к минусам, что этот метод неявный и он очень требует много оперативной памяти. То есть, при исследовании на большой области, например, то могут возникнуть проблемы с оперативной памятью. Следующий метод это метод, основанный на спектральный элементный метод. Можно выделить пакет, такой нектар, это свободно распространяемый пакет, там есть много различных решателей. Он позиционируется как для решения и сверхзвуковых задач, и как для дозвуковых задач. Вот более подробно про вот этот метод, реализованный именно в нектаре, это будет следующий доклад Виктории Корчаговой. Вот что удалось потестировать из применения, то есть смотрели разные задачи, то есть струйные, дозвуковые. То есть получилось, что на данный момент вот этот пакет хорошо себя, скажем так, зарекомендовал решение задач таких слабо сжимаемых. То есть это на сверхзвуке течение, ну пока вот у нас, например, не получилось, там мах единица и больше, ну решение у нас не вышло. Но сам пакет вроде как на их страничке есть вот течение трансвукового обтекания крыла, и слабо сжимаемое течение вроде как он позволяет решать. То есть можно его использовать и как какое-то решение в ближнем поле. Вот что еще, то есть есть попытки связать вот этот вот пакет вот другими исследователями с применением такого вот гибрида. То есть они где-то каким-то методом, методом контрольного объема считают какое-то ближнее поле, а распространение волн уже считают с помощью нектара, решателя, реализованного в нектаре. Это вот работа авторов, вот они приведены внизу, приведена вот картинка их идеи по вот этой вот реализации. Что было реализовано непосредственно вот в ESPRAN для пререшения вот таких вот взаимодействия различных подходов. То есть реализован метод контрольного объема и метода BEM. Опять же это реализовано в библиотеке Leibacoustics. Схема и идея реализации представлены здесь. Проведены валидационные расчеты по пульсации монополия-диполя, то есть получилось хорошее совпадение. Также есть, скажем так, шивка метода контрольного объема и акустической аналогии, опять же, с использованием библиотеки Leibacoustics. Это та же задача истечения струи МАХ-09-303600 с использованием аналогии Фоксфильм-Хокинга, когда вот эти пульсации заключаются в определенной поверхности. Дальше с этой поверхности в дальнее поле с помощью акустической аналогии идет перенос акустического давления. То есть вот представлено сравнение с экспериментом. То есть опять же результат весьма совпадений, весьма хороший. Дальше, что вот есть, опять же, реализовано это взаимодействие метода контрольного объема с адаптивными сетками и акустической аналогии. Это задача уже истечения струи, опять же, затопленное пространство МАХ-2.1, Ренольд-70000 с применением вот этой библиотеки Амрекс. То есть слева представлен вид с адаптивной сеткой, фрагмент адаптивной сетки, как распространяется струя. Опять же, пробовали эту задачу решить и методом OpenFoam. То есть получилось, что, к сожалению, не привел, что даже на сетке с разрешением 50 ячеек на срез сопла при таком числе Ренольдцев 70 тысяч не получается добиться хорошего совпадения ни по средневному течению на центре струи, ни по акустическим. То есть там погрешность очень существенная получается, то есть не хватает, скажем так, расчетных ячеек, необходимо измельчать сетку дальше, но там уже размер получался под 60-70 миллионов. Ну это уже чересчур много. А вот адаптивные сетки, тут получалось порядка 20 миллионов, приемлемое время счета, порядка 2-3 дней, 500 ядер и получалось получить решение. То есть необходимо как-то в настоящее время при решении таких задач искать какие-то комбинации и не пользоваться каким-то одним подходом. Если переходить к таким более актуальным и сложным задачам, то, как я говорил вначале, это задача старта ракеты, например. То есть была найдена работа из испанского коллектива, которые пытаются посчитать акустику при старте такой вот ракеты Вега. Это все из-за... ну ракета находится в открытых источниках, то есть они посчитали газодинамику, ну и сообщают, что дальше хотят посчитать акустику. Пока не очень понятно, как они это будут делать, потому что они не заявили, какими подходами. Но вот у нас тоже появилась такая идея попробовать приложить все наши, скажем так, компетенции в области открытых пакетов для решения вот такой вот достаточно сложной задачи. То есть в чем тут основная сложность? Первое, существует несколько, можно сказать, областей. Это там, где идет взаимодействие струи с преградой, то есть возникают очень разные ударно-волновые структуры. Дальше вот этот все весь перемешанный поток выходит из стенок газохода, распространяется дальше вверх по потоку, то есть эта область достаточно огромная. То есть вот, например, методом контрольного объема, скорее всего, ее решить не получится, необходимо будет применять что-то другое. И дальше от этого потока источников шума идет распространение непосредственно в область ракеты. Поэтому, что, соответственно, предлагается сделать, это применить вот такую вот сложную комбинацию из различных подходов для расчета акустического шума при старте ракеты. Это использовать, например, метод контрольного объема, реализованного в пакете OpenFOAM в первой области, где идет взаимодействие и расчет сложных таких ударно-волновых структур. Дальше передать вот эти вот пульсации и распространение возмущений дальше на выход, ну, назовем там, из газохода дальше вверх по потоку. Здесь нам кажется, что хорошо должен подойти вот как раз пакет AMREX, который позволяет вот с помощью адаптивных сеток с какими-то, ну, относительно меньшими значительными затратами, чем тот же OpenFOAM, перенести вот эти все возмущения на большое расстояние. Дальше, соответственно, это дело все, как на примере со струей M2, Mach 2.1, Renault 70,000 с использованием акустической аналогии перенести дальше. И тут, возможно, два варианта. Можно попробовать оценить сначала с помощью акустической аналогии. И для уточнения результатов можно использовать, опять же, какой-то интерфейс для связи и использовать здесь, например, метод BEM для более точного предсказания акустических нагрузок на ракете. То есть, ну, и в целом хочется сказать, что, опять же, существует много открытых пакетов, что сейчас больше интерес представляют уже сложные задачи, что, ну, необходимо как-то эти пакеты объединять и не стоит бояться этого делать. То есть, ну, в целом, наверное, у меня все. Приезжайте в следующем году на конференцию. Я думаю, что будет какой-то результат по работе, по шивке этих методов. У меня все. Пожалуйста, вопросы. Вы знаете, какой алгоритм адаптации вы используете в этом? Алгоритм адаптации? Там больше структурировано из сетки. Там можно задать по числу ренольца, можно задать по градиенту плотность. Ну, то есть, там можно, на самом деле, самому запрограммировать и самому любой критерий использовать для адаптации. Так, есть еще? Да, у меня тоже вопрос по поводу Amrex. Мне интересно, за счет чего там настолько быстрее решение получается? То есть, там же тоже конечный объем, да? Метод конечного объема. Метод конечного объема, да. Там решается задача распада-разрыва. То есть, можно сказать, в лоб без всяких численных схем. Плюс за счет того, что у нас идет локальное вот это изменение, как минимум просто меньше ячейки получается. Но, в принципе, можно ведь структурированную, можно и в опенформе адаптивную отчетку сделать, да? Ну, у нас нет таких. А, ну, в смысле, да, да, да. Да, но чтобы подобрать прям по течению, то есть, на самом деле, даже задача со струей вот это МАХ-09, стетка была подобрана практически по течению. И то там 20-20 почти миллионов получается. Более-менее, чтобы удовлетворительный хороший результат получить. Я понял. То есть, там даже если ячейки столько, то меньше как-то faces. Так, есть еще вопросы? Я просто от себя добавлю, что в OpenFoom там нет алгоритма адаптивных сеток. Но есть вот коллектив в Политехника до Милану. Они это разрабатывают для течения в двигателях. Ну, значит, правильно. Тогда предлагаю поблагодарить Андрея. Спасибо. Спасибо.